Разговоры совершила, всякие разные записи переслушала. Вот, чему мои брови не нравятся? Так, и готова с вами пообщаться. Никакой конкретной цели не преследую, хотя может быть это... Сейчас соображу, куда мне ехать, куда мне ехать. Вот сюда, может быть? Нет, не сюда, вон туда, я так думаю. Да, вот. Вот, никакой цели не преследую, специальной, может быть и зря, во время прямого эфира. Просто когда я живу, занимаюсь какими-то своими делами, я не могу вести прямой эфир, меня это откликает. А когда мне нечего делать, тогда могу. Так что, задавайте ваши вопросы. Подскажите тяжело после регрессии. Ну, для тех, кто не знает, скажу, что регрессия – это психологический сеанс, где тебя вводят в легкий транс, и ты видишь свои прошлые жизни. Вот, после регрессии всем по-разному. Вот. А в любом случае, эта история служит нам на пользу. Вот, поэтому вреда от этого не бывает, вот. Но бывает, если вы какие-то в этой регрессии подняли глубокие проблемы психологические, которые вы перенесли из прошлой жизни, из прошлых жизней, то, конечно, потом осознание и... Ну, в общем, бывает тяжело. Вот. А бывают легкие регрессии, бывают приятные регрессии. Вообще, всем рекомендуют конец каждой регрессии заканчивать просмотром какой-то очень позитивной жизни, где у вас все было хорошо и вы вообще были счастливы. И тогда выход из регрессии всегда будет хороший. Ой, хотела отправить. Думаю, это голосовой WhatsApp. Sorry. У меня плохое зрение. Да, друзья, у меня плохое зрение. Я уже рассказывала в прошлом прямом эфире, что я собираюсь делать операцию на днях по восстановлению зрения, и поэтому мне неделю нужно ходить в очках и не использовать ленинцы. Поэтому я в очках. Вот. Это не фейковые очки, настоящие для плохого зрения. Машина у меня Porsche. Брови мои все мне нравятся. Надо выкинуть. Сейчас я дару и выкину. Так. Спасибо, спасибо, спасибо. А вот. А вот брови красивые. Вы определитесь там, красивые, некрасивые. Просто очки и вот эта короткая челочка, их как-то очень сильно на них акцентирует. Вот. Так. Пожалуйста, большая просьба не ставить смайликов. Сообщения со смайликами мешают мне читать вопросы. Вот. Вы овал лица делали? Нет. Мой овал лица делали мне родители мои. Вот. Ничего я не делала. Ну, в смысле, при рождении. Чеки вам идут. Как похудеть после родов и убрать живот. Это моя любимая тема. Ваш живот изрядно потрудился во время беременности. И, прежде всего, нужно его поблагодарить, нужно уважать его за то, что он выносил ребенка, за то, что он был достаточно эластичным, чтобы вместить огромный плод. Вот. Женщины о чем думают? Как скорее убрать? Да не надо все, всему свое время. Ваш живот выполнил свою функцию. Для чего нужен женщине живот? Чтобы там выносить ребенка. Чтобы там размещались жизненно важные органы. А вся вот эта эстетика, на которой люди помешаны, вот для нашего тела, для нашей природы, она вообще не важна. И когда вы зацикливаетесь на том, как убрать после родов живот, вы отодвигаете этот процесс гораздо дальше. Потому что организм, ну, не понимает такой задачи. Он вообще-то потрудился и хочет какой-то от вас благодарности, любви и признания. А вы им недовольны. Вот недовольство своим телом приводит к тому, что тело начинает себя вести еще хуже. Вот. Все расцветает и становится лучшим, когда есть любовь, когда ты это любишь, когда ты об этом заботишься. Поэтому прежде всего поблагодарите свой животик за то, что он выносил ребенка. Вот. И начните делать упражнения на живот. Тут, знаете, все спрашивают, как, 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 как. Просто. Диета, спорт. Но для того, чтобы диета и спорт работали, нужно сначала со своим организмом, да, говорите, психология управляет вообще всем. И если вы в обиде на свое тело, вы его ненавидите, не любите, если вы требуете от живота сразу после родов моментально восстановиться, то он может очень до этого сопротивляться. Вот. Как и любой человек, которого заставляют что-то делать и не любят и не поощряют. В каком театральном вы учились? Я не доучилась в театральном. Это был Гитис. Спасибо. Вот и опять ручки, 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 ручки. Вот что делают люди, когда ставят смайлики? Зачем? Это же какое-то не участие в диалоге, а просто засорение эфира. Вы хорошая актриса. Кино зовут после передачи, роли предлагают. Кого сыграть хотите? Нет, кино не зовут, роли не предлагают. Вот. Вы думаете, что на телевидении так все устроено? Показала он на всю страну, что я могу сыграть в каких-то отрывках и эпизодах. И сразу меня завалили ролями. Даже самые именитые артисты заводят дружбу с режиссерами, подлизываются. Находят крутых агентов, платят им деньги. И, собственно, связями обрастают для того, чтобы их звали в кино. Вот. Это труд, прежде всего, пробиваться в киношной вот этой индустрии. Вот. Я этим не занимаюсь, не тружусь. Вот. И ничего в итоге не получаю. Потому что, наверное, не стремлюсь ничего играть и быть актрисой. Наверное, это не мое. Так. Серьги, блин, сяга? Нет. Серьги... Серьги, кстати, откуда серьги? Где-то я их купила. Где-то купила, не помню где. Так, когда порадуете новыми стихами, уф, ну, когда муза придет, напишу что-нибудь новенькое. Найти более быстро, Маша. Вот и порадую. Но мне очень важно получать обратную связь, потому что, ну, когда пишешь и тишина, тогда муза не скоро приходит новая. Вот. Хочется обратную связь, что нравится стихи, что приятно их читать. Тогда муза приходит гораздо чаще. Она такая. Капрызная. Солик хорошо. Так, звонок не идет. Все у меня в порядке. Не знаю, почему тишина. От какой еды вы отказались? Ну, вообще ни от какой я не отказывалась. Я ем всю еду. Вот. Я отказалась только от, ну, от еды, которая нас убивает. Вот. От сахара. От сахарного песка, тростниковый сахар. Вот. И мясо. Ну, мясо нас не убивает, но очень сильно снижает иммунитет. Вот. И тяжело переваривается, усваивается. В общем, я мясо не люблю. Вот от него отказалась. Я не ем жареное, консервированное. Вот. Жирное. Чересчур. А так в целом ем все. Смотрю, я его видит, дядь, не смотрю. Что-то мне некогда было. Вот. Когда в Сочи, даже не знаю. Что-то как-то в Сочи. Не могу сказать, что мне попали, запали в душу. Меня туда особо не тянет. Скинь номер телефона. Поговорим, пожалуйста. Слушайте, ну, представляете, сколько желающих со мной поговорить. А я, прежде всего, в этой ситуации думаю о себе. А почему мне должно быть это интересно? Кто вы? Вот. Кто все эти люди, которые хотят со мной поговорить? Вот. Довольно тяжело разговаривать с незнакомыми людьми. Особенно в моем бешеном графике. Операция пугает. Но не сильно. Я поговорила с врачом. Мне сказали, что случаев, когда человек ослеп после этой операции не было. Поэтому все окей. Моя любимая песня. У меня нет одной любимой песни. Я люблю много песен. Вот. В разных жанрах, стилях. Русские, нерусские. Я так не умею вычленять что-то одно. Шаурму любишь? Шаурму люблю. Вот как ни странно, любила. Пока ела мясо. Но даже сейчас иногда шаурму с курицей могу съесть. Ну, в хорошем, качественном ресторане, где там жира не положат. Пол шаурмы. Когда приедешь в Крым, вы знаете, не знаю, когда приеду в Крым. Вот. Мне, ну, как бы, просто туда ездить отдыхать мне не нравится. И вот, по работе нет необходимости. А вот после посещения Крыма мне перекрыли въезд в Украину. И вот уже там через, ну, в течение года или через год у меня истекает эта опция. И мне не хотелось бы, чтобы мне еще раз перекрыли въезд в Украину. Потому что в Украине я люблю бывать. Вот. И Крым того не стоит. Поездка в Крым того не стоит, чтобы потом у тебя не было возможности приезжать в Украину. Вот, скажем так. Кажется, все это дикость абсолютная. Все эти деления территорий. Вот. Но так, 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 так. Так. Спасибо, спасибо, спасибо. Что бы вы изменили в жизни? В жизни, что бы я изменила? В чьей? В своей? Я бы убрала бы все эти тернии, через которые мне постоянно приходится проходить. Я бы хотела, чтобы мне все легко давалось. Чтобы люди меня любили просто так, чтобы не надо было доказывать, что я что-то из себя представляю. Вот. Чтобы меня верили по факту, чтобы я проходила все кастинги, все пробы, чтобы мне было легенько-легенько жить. Потому что пока это не так, но с другой стороны, это закаляет как-то, наверное, это нужно для моей души, такой опыт. Поэтому не стоит и менять. Что там еще у нас? Боюсь ли я стоматологов? Ну, я стоматологов не боюсь, я боюсь обезболивания. У меня очень плохо организм реагирует на обезболивание, в которое адреналин содержится, то есть, который адреналин повышает. Адреналин содержащийся, вот. Я от этого могу в обморок упасть, мне плохо, у меня паническая атака начинается. Поэтому, если я прихожу к стоматологу и мне обещают, что у них без адреналина, ну, без адреналиновое обезболивание, то я не боюсь. Вот. Я думаю, она здесь для того, чтобы сказать, что у нее порш. О, Илья, о чем вы думаете? Думайте о чем-то более позитивном и возвышенном. Мысли свои тоже надо совершенствовать и отслеживать. Иначе это будет пагубно сказываться на вашей жизни, если вы будете так мелочно думать о людях. Так, что там еще? Классно, круто, милашка. Что еще? Все, как... Мы сегодня обострили сексуально озабоченные мужчины. Надо просто рот зашить после 18.00. Ну, это все примитивные. Это примитивные высказывания, такие, знаете, очень неглубокие и... И распространенные. На самом деле, можно до 18.00 столько съесть, что вот эта голодовка после 18.00 ничего не даст. Во-вторых, не все люди обладают хорошей силой воли. И очень часто худые едят в три раза больше, чем те, кто полнеет. Вот. Так что вся вот эта вот примитивность не жрать и заниматься спортом в похудении не часто приносит результатов у большинства людей. Все мы разные, и каждому из нас нужен особый подход. Так, что еще? Нет растяжек? Вот это класс. У кого нет растяжек? У меня есть растяжка. Могу ноги задирать. Даже при желании сесть на шпагат. Вот. Растяжка хорошая. Когда-нибудь вы в фильме в каком-нибудь появитесь, вот это я не знаю. Не зовут в хорошие фильмы, а в плохие я не иду. Так, вот этот человек у меня напросился на блог. Вот. Нам без него лучше. Что там еще? После развода. Мне казалось, после развода вы снова говорили, что за мошепотик отец постили. Это шутка была? Ну да, это была первоапрельская шутка. Вот. Надо было внимательно следить за ходом и развитием событий. Так. Что еще? Что еще там у нас? Да, я еду за рулем. Если вы думаете, что это опасно, то нет. Потому что я смотрю на дорогу. Я контролирую ситуацию. Вот. Так, так, так. Так, похудела что-то. Передайте Эдварда привет. Передам. Я его сегодня увижу, передам. Сахар не ем. Про похудение нет силы отвечать, друзья. Я очень сегодня не выспалась. И про похудение не спрашивайте. Это я расскажу в своем вебинаре, когда он возобновится. Не хочешь в кино сняться? Да нет, мне как-то лень. Это на самом деле очень тяжелый труд. Вот. Правда тяжелый. Иногда в каких-то условиях достаточно сложных. Кинокорм, вот этот вот 25 дублей. Нет. Не сильно хочу. Вообще. Честно говоря, вот положи руку на сердце, актрисой быть не хочу. А что у вас еще есть, кроме Поршев, милая моя? Я сегодня не настроена говорить с неумными людьми. Давайте поговорим с чем-нибудь умным. Или хотя бы интересным для всех. Какой фильм можно писать с моим участием? Ой, никакой. Все фильмы с моим участием говно. Не смотрите. Подождите, сейчас я обижу режиссера, но мое участие в нем... Жалко, нельзя удалить это с прямого эфира. Ну, короче, смотрите. Есть фильмы, в которых мое участие было эпизодическим. Вот. Поэтому не могу сказать, что меня там много. Но вот Гитлер Капут, Ржевский против Наполеона. Кстати, хороший фильм. Ржевский против Наполеона играл Миша Зеленский. Еще фильм ССД, где я играла большую роль. Это ужастик. Прекрасный фильм. Кстати, почему я сказала, что это говно? Ну, наверное, потому что... Наверное, потому что я... Да я не снималась в плохих фильмах. Не знаю, почему я так сказала. Просто не выспалась. Не снималась я в плохих фильмах. Но предлагали очень много говно. Вот. Но роли у меня такие малюсичные. И что как бы... А, кстати, вот вспомнила. Слушайте, чего я несу. Пять звезд. Фильм Пять звезд. Там еще снималась Лена Яковлева и Таня Лютаева. Вот очень хороший фильм, где у меня была драматическая роль. Вот посмотрите. Пять звезд называется. Остальные там совсем эпизодики. И ССД-фильм Ужастик. Посмотрите. Прекрасный фильм. Вот. Что там еще? Как относитесь к зависти людей? Да, терпимо. Понимаю, что зависть есть. И мало того, я сама сталкивалась с завистью, которую я испытываю. Вот. Так что мы все люди, мы все человеки. Другое дело, что, ну, когда зависть агрессивная, и желающая зла, и нападающая, то это, конечно, неприятно. Вот. А так завидовать, конечно, кому-то, это нормально. Особенно, если эта зависть толкает тебя развиваться. Мне всегда нравится читать ваши стихи. Спасибо большое. Мне нравится, что вам нравится. Я с удовольствием для вас пишу. Так. Муфиса поменялась очень сильно. Рыбу я кушаю. Курицу, ну, вот в последнее время я скоро съела, но у меня сразу упал иммунитет, испортился. Поэтому я снова не кушаю. Спасибо за комплименты. Женщина мне пишет, что у меня слабая секс-энергия. Да, мне жаль, что я вас не возбуждаю, женщина. А, интим фитнес, это мне пишет, с женским лицом. Правда, жаль. Что делать, не знаю. Как жить со слабой секс-энергией? Так, вам честно, вам было всегда комфортно в своем возрасте или был кризис? Вы знаете, мне было очень некомфортно, когда я была, мне кажется, лет до 26, мне прям ужасно было некомфортно в своем возрасте, потому что мне казалось, что я внутренне гораздо старше. Вот. При этом делала какие-то ужасные глупости. При этом дико в себе сомневалась, себя не любила, местами даже ненавидела. Частенько себя предавала, не поддерживала, была крайне неуверена в себе. Вот в этом вот юном возрасте мне было так некомфортно, вот как вспомню, вот эти вот 16 лет, 17 и так далее. Но с возрастом я и с работой над собой, вот, мне стало гораздо комфортнее в своем возрасте. И вот сейчас в том, в котором я нахожусь, мне просто мега комфортно. Мега комфортно, потому что для меня возраст это не дряблости, морщины, да, о чем люди все запариваются, а это мудрость. Это гармония с собой, это понимание, кто ты, что тебе нужно, как себя утешить, как себя угодить, чем себя порадовать. Ой, быть в более старшем возрасте для меня прямо сказка. Это прям вообще... Вот куда бы я не хотела вернуться, это в свою юность. Фуф, там было ужасно. В каких проектах мы увидим вас в ближайшее время? Даже не знаю. Поживем, увидим. Начнется новый съемочный сезон и увидим. Вот. Что говорить о том, что еще в процессе? Группа крови у меня вторая. Группа крови на рукаве. Усталая женщина. Но вы красивые, вам сложно принять знания мастеров, поэтому ходите как тень. Все ваши тренера безграмотные. О, это продолжает надрываться интим-фитнес. Так. Всего на одну минуту вытянуть глаз вакуумом из глазницы, а потом вставят обратно. Спасибо. Перспектива такой операции меня очень радует. О, я сделаю селфи и вам покажу обязательно. Общаетесь ли с бывшим мужем? Конечно, у нас же общий ребенок. Ваш тип в соционике? Соционик, я не помню. По-моему, Есенин я или кто. Ох, я уж честно говоря не помню. Мне что-то говорили, но я забыла. Спасибо. Муку ем, ем, муку ем. Но безглютеновую стараюсь есть. И не ем дрожжи. Игру престолов не смотрю. Практически ни одной серии не смотрела. Мне не нравятся вот эти вот жанры. Так. Сохраните прямой эфир, пожалуйста. Ботокс колите. Ну, подкалываю иногда. Слышите, что аборты с пятой недели запретили в США? Бое мнение. Вот, кстати, я сегодня думала, слышала эту информацию. Ну, смотрите. Я против запретов вообще. Против запретов, потому что, ну, опять же-таки, выбор должен быть у каждого. И не все женщины способны воспитывать ребенка и готовы к этому. Вот. И знаете, что просто будет? Будут делать подпольные аборты. И будет умирать большое количество девочек молоденьких. И, ну, ничего хорошего из этого не видят. Потому что, если женщина не хочет иметь ребенка, то ее ничто не остановит. Аборты были и раньше запрещены официально. А в древние, ну, не в древние, а в дальние века вообще-то карала, церковь это осуждала. И женщины ходили, там себе выжигали голеным железом. И очень много умирало из-за этого. Я просто считаю, что это не остановит проблему абортов. Просто они будут кустарные на дому. Бабки-повитухи будут какие-то таблетки давать собственными руками. Знаете, там это, ложись в ванну, налей туда йода, выпей башьяка и будет выкидыш. Вот такие вещи начнутся. Абсолютно точно я вам гарантирую. Вот, потому что, ну, нельзя заставить женщину родить ребенка, если она к этому вообще никак не готова. Вот. Или, например, заставить родить ребенка, бросить его в детском доме. Я не знаю, что лучше. Что хуже, абортный или брошенный в детском доме ребенок. Вот. Боюсь, что второе меня пугает гораздо больше. Так. Сколько у меня детей? Один. Макароны ем, да, ем из твердых сортов пшеницы. Какие аппаратные процедуры корректируют фигуры? Я, кстати, об этом часто пишу. Я очень люблю аппарат Циклон. Я его называю Циклоп. Вот. Этот аппарат, по-моему, есть только в клинике Профессионал. Ну, я нигде больше его не встречала. Если есть где-то еще, то, скажем, все это подделка. Потому что официально представитель клиника Профессионал. Вот. Это вообще что-то невероятное. Вот сколько я делала с ЭКЛПДЖИ и прочее, 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 прочее. Вот. Я, правда, еще не делала какую-то там безоперационную липосакцию. Ну, вот это называется радиоволновой, ну, как бы это и РФ, то есть, извините, туплю. В 5 утра сегодня проснулась. Фух. В общем, это радиоволновой какой-то лифтинг. Я об этом писала. Посмотрите у меня. Сейчас не могу вспомнить. Память у меня уже все-таки возраст не тот. В Ташкенте не была, своего салона нет. Надо ли стричь ребенка в годик? Кому надо? Кому надо? Вам надо? Вы стрягите. Не надо, не стрягите. Я своего ребенка вообще ни разу на лосы, например, не брила. Подстригаю чуть-чуть. И все его волосы его. Никогда не было у меня лысым. Офигеть, как вы похудели, похорошели. Спасибо, спасибо. Очень-очень приятно. Была ли я в Германии? Была. Что еще? Внимание, умный вопрос. Храм или сквер? По настроению. А лучше всего, когда храм в сквере. Что вы заканчиваете? Я заканчивала висот в журналистике и литературном творчестве. Жалею, что закончила по специализации телевизионный журналист. Наверное, хотела бы еще литературное творчество закончить. Ну, то есть, узнать больше про литературное творчество. Потому что в дальнейшем планирую больше писать, нежели говорить. Каждый раз до этого Солик с кем? Ну, с кем Солик? С няней. Вопрос. Солика нет у меня в машине. С няней. Замужем, не замужем. О, начались. Сиска! Сиска, покажи! Сиска это кто? Рэпер? Такой есть рэпер Сиска. Сиска, покажи сейчас. Потому что интересно, люди, которые такие вопросы задают, они сами просто сидят, вот он написал и сам возбудился от того, что он такой смелый, у него сексуальную ноту в беседу. Мне кажется, что он написал и кончил. Так что мне особо сиска моя нужна. Что-то я не особо настроение сегодня, нет, друзья, настроение вообще прекрасное, просто я реально не выспалась. Вот, и еще я не ела, ну, какой-то перехватила ролл маленький. И немножко, немножко уже хочу есть, а когда я голодная и не выспавшаяся, я противная. Вот, не такая милашка. Но ведь вы же меня любите любую. Вы же любите меня не совсем милашку. Вы же не бросите смотреть мой прямой эфир из-за того, что я не совсем милашка. Так. Я не боюсь стареть. Вот вообще никогда такой проблемы не было. Когда-то я боялась, боялась потолстеть, и вот эта вот проблема с жиром, да, и страхи связанные с этим у меня были, а вот стареть никогда не боялась. Ну, при сегодняшних технологиях, во-первых, боюсь, что постареть вообще надо еще постараться. Вот. Вообще никогда мне это не парило. По поводу старости. Я как-то себе с каждым годом нравлюсь все больше. Так. Ваш вес сейчас. Написано, не кололи губы гиалуронку? Нет. Губы не кололы гиалуронку. Мои губы. Не люблю, если честно, заколотые губы. Я их вижу, и они меня раздражают. В женщинах это какой-то вот... Ну, это как, знаете, как раздражало раньше, когда все ступы следовали моде. Моди, помню, были в моде лаковой красной сапожки. И вот я ехала на машине и просто считала. У меня был такой... Даже мы с подружкой играли. Посчитай красные лаковые ботфорты, такие высокие сапожки. Все носили эти красные лаковые сапожки. Вот губы вот эти наколотые, сделанные лица чересчур, они для меня вот имеют прямое отношение к этим лаковым сапожкам, когда как в инкубаторе все одинаковые. Вот. Я с собой такое не хочу. Я, конечно, что-то делаю со своим лицом, да, потому что все-таки я молодая. Это была уже не молода, вот. Но просто, не знаю, вот так вот стою над косметологом и сто раз прошу и переспрашиваю, чтобы, не дай бог, ни одна моя черта лица не изменилась. Гиалуронку я имела плохой опыт. Общение с гиалуронкой я ее не колю себе в лицо. В основном лазеры, собственно говоря, и плазма лифтинг, ну вот такие вещи. Вот. Всякие такие процедуры, не меняющие форму лица, потому что мне нравится мое лицо, и я хочу просто, чтобы оно не обвисало со временем до колен, да, вот, чтобы оно было свеженьким и кожа была гладкой. Но не хочу, чтобы мои черты лица менялись вообще, вообще. Поэтому мне прямо руки я буду отрубать тем, кто попытается со мной это сделать. Мерлин Монро, мечтаете об этой роли? Когда-то мечтала, когда-то мечтала сыграть Мерлин Монро, но понимаю, что у нас с ней, несмотря на то, что как бы она мне нравится, у нас с ней мало общего характера. Я даже не знаю, как ее, смогу ли я ее сыграть. Ну и, наверное, просто уже не совсем этот персонаж мне интересен. Не думала ли я запустить свой проект или передачу? Ну, если честно, сейчас все на YouTube запускают. Но в основном что запускают? Интервью со звездами. А интервью со звездами – это мой нелюбимый жанр. Мне вообще не интересно разговаривать со звездами, потому что я люблю разговаривать очень откровенно и по-человечески. А когда-то я имела опыт введения программ с интервью со звездами и понимаю, что, конечно, со звездами очень тяжело разговаривать по-человечески. Мы люди такие все закрытые и во многом не впускаем. в свои мысли и в свою жизнь. Скучновато. Не хочу. Мне сейчас со мной уже неинтересно знать, что там эти звезды делают. И иногда даже лень вам что-то рассказывать, потому что я думаю, кому это надо? Кому очень интересно, что я там делаю? Вот. Вот у меня такое мнение. Обо всем. Я очень хочу что-то делать, но пока не понимаю, что. Хочу ты делать что-то светлое, доброе, помогающее. Вот я на Мегу-Го, например, взялась вести передачу, и что-то оно у меня не идет пока. Ну, наверное, пока я чуть-чуть не в таком желании делиться своим опытом. Вот. Наверное, может быть, я накапливаю какой-то новый опыт. Может быть, у меня сейчас, знаете, есть время собирать камни, есть разобрасывать. Сейчас вот у меня точно не время разбрасывать. Поэтому я не как-то, нету желания никого ничему не учить и мотивировать не от сил. Поэтому я немножко сейчас... Поверните на браку, на дуплеру. Ну, я не могу делать что-то, что из меня не идет. Я человеку очень сильно добровольной воли. Вот. И когда у меня есть желание, я делаю. Когда у меня нет желания, я не делаю. Слава Богу, могу в своей жизни это позволить. Так, друзья, я уже скоро подъеду. Поэтому не обижайтесь, когда я закончу. Вот. У меня осталось еще 6 минуточек. Так. Какое самое необычное блюдо вы кушали? Ой, ну, не блюдо. Я ела жареных кузнечиков в Таиланде. Довольно необычное, если честно. Фигня. Похоже на такую жареную хрустящую куриную кожицу. Такую высушенную. Так. Молочку идите ем. Любую. Ваш малыш так любит папу. Может, вы еще будете вместе? Ну, никак это не взаимосвязанные вещи. Вот. Ребенок любит папу, маму. Это не означает, что папа и мама должны по какой-то причине оставаться вместе, если вместе их ничто уже не держит. Если их путь закончен. Вот. Не драматизируйте. Ребенок, ничто не мешает ему любить папу и маму, которые не вместе. Даже, наоборот, подарочков больше перепадает. На день рождения и папа дарит, и мама дарит. Вот. Так что все окей. Как похудели, как похудели. Так. Вот этот товарищ у нас, которому нравится ругаться. Так. Как относитесь к миофасциальному массажу? Вообще не знаю, что это такое. Суши и пицца. Ну, суши редко, пицца не очень. Плазма лифтинг нравится. Спасибо, что любите меня любую. Программу вести будет интимных тем? Нет, интимных тем я не буду вести. Ну, про секс программу я вряд ли уже буду когда-нибудь вести. Я, мне кажется, уже все сказала, что могла на эту тему. Вот. Да и она мне не настолько интересна. Мне немножко другие темы интересуют в жизни. Та уже отработана. Так что все. Забудьте. Очки не для имиджа. Я плохо вижу. Так. Стилист у меня есть. Как избавиться от второго подбородка? Ну, если честно, у меня никогда не было такой проблемы. Поэтому, наверное, с собственного опыта я не знаю. Ну, вот я недавно делала процедуру Титан в клинике Крафтовой. Она очень хорошо подтягивает. Но, скорее, больше кожу, чем жирок. Потому что есть такое строение лица, когда второй подбородок. Вы можете очень сильно похудеть, а второй подбородок все равно будет. Настроение лица такое. Вот для этого люди идут, там, как-то или боксируют, или что-то. Так. В каких отношениях с Солей Бузовой? Нравится тебе ее песня? Ни в каких не нравится. Спасибо вам большое, что любите мою энергетику. Чем заниматься на выходных? Ну, наверное, с ребенком буду. Как-нибудь с вами встретиться, Анфиса, давайте. Короче, друзья, все, я приехала. Я вас целую. До новых встреч. Извиняйте, если была ввела. Пока-пока.